Я не думаю, что торг здесь идёт конкретно в этом вопросе как раз с Украины. Торг идёт с Западом. Для Савченко, для её судьбы, для её жизни, для всех нас, с человеческой точки зрения, очень важно, что вопрос надежды прочно вошёл в повестку американско-российских отношений и то, что он звучал на переговорах с Керри. Но для Путина это как раз достижение, потому что... Ну, я вот проведу очень грубую параллель с знаменитой историей пребывания, осуждения Юлии Тимошенко и Юрия Люлценко. Тогда для подписания соглашения об ассоциации Запад, постоянный, вот Григорий Немеря это прекрасно помнит, в первую очередь говорил всегда о Тимошенко. Освобождение Тимошенко, ну, грубо, опять же, очень грубое сравнение. Это как какие-то серьёзные уступки по Донбассу. Для Путина тогда освобождение Тимошенко было для Януковича, то есть почти невозможно. Но нашли тогда вариант. Давайте тогда амнистируем хотя бы Луценко, потому что уже на Западе назревала готовность всё-таки чёрт с ним подписывать соглашение об ассоциации, даже несмотря на то, что Тимошенко оставалась в тюрьме. Ну, в больнице, ну, по факту осуждённой оставалась. И вот эта амнистия Луценко, она стала, дала такой, знаете, повод, резон детада для Запада изменить немножко свою позицию и от разговора в том, что мы не подпишем при нынешнем состоянии демократии соглашение ни при каких условиях к тому, что всё-таки на Вильнюс уже выходили с тем, что готов был Евросоюз подписывать это соглашение. То же самое примерно, ну, и опять же, это очень грубое сравнение, ну, для понимания просто зрителей, пытаются разыграть Россию сейчас. То есть мы видим по визиту Керри, что есть определённая готовность в связи с событиями в Сирии, в связи с целым рядом других обстоятельств, с террористической угрозой в Европе, есть готовность к некому сближению с позиций с Россией, по крайней мере, к разблокированию диалога. И вот в этом смысле, конечно, если на сирийском направлении Путин продемонстрировал целый ряд шагов, которые при большом желании, даже не при большом желании, можно трактовать как конструктив, то на украинском направлении конструктива нет фактически. И в этом смысле освобождение Савченко, независимо от судьбы ГРУшников, стало бы вот этим вот резендута, то есть поводом для того, чтобы на Западе усилилась позиция тех, кто говорит, смотрите, ну, всё-таки Путин что-то делает, ну, вот Савченко же освободил, а продать эту историю в медийном плане всегда легче, чем какие-то там условные уступки там по выборам и так далее. Потому что вот живой человек, все за неё переживали, вот она вернулась в Украину, всё. То есть это развлокирует само по себе переговоры по тому же снятию санкций. Это не означает, что буквально завтраки санкции Западом будут сняты, но это создаст хорошую атмосферу для такого разговора. И из того, что я знаю, опять же таки, в России примерно так они ищут любой повод, чтобы не уступая по принципиальным мотивам, всё-таки выглядеть хорошо. В этом смысле освободить Савченко это очень незначительная уступка для Путина, но очень хороший повод для того, чтобы на Западе сказали, но всё-таки что-то они делают в правильном направлении. Путина.